Ветеранов Второй мировой войны все меньше. Наши журналисты побывали в гостях у одного из них. Аркадию Прокопенко из Ивано-Франковска, 94 года. Несмотря на солидный возраст, он не сидит дома, а гастролирует с фронтовым хором по всей стране. О том, как и главное, чем живут сегодня герои Второй мировой, Жанна Дучак подробнее. В свои 94 года Аркадий Никитич сам справляется со своими домашними делами. Не так давно он даже работал, но из-за болезни пришлось уволиться. Ветеран рассказывает, по работе он очень скучает, никак не может привыкнуть, что утром уже не нужно никуда идти. Правда, времени грустить у Аркадия Никитича нет. Не дают скучать внуки и правнуки. Их у него девять. К тому же много времени занимает пение в местном хоре. У нас хор, фронтовые друзья, называется. Мы нас даже в Киев запрошивали. Наш хор, как заходил на сцену, то театр и оперный, и Палац Украины, они же великие зали. Так люди вставали. Весь зал, эти балконы, поднимаются и аплодируют нам. О войне Аркадий Прокопченко вспоминает часто. Когда она началась, ему было 17. Работал на авиазаводе в Тбилиси. На фронт пошел добровольцем. Служил танкистом. Первый бой – освобождение Сталинграда, а дальше Днепр, Запорожье, Одесса и так до Будапешта. Были и ранения, и контузии. О подвигах на фронте напоминают многочисленные ордена и медали. В праздничные дни телефон ветерана разрывается. Встречи добиваются и политики, и журналисты. Но такой ажиотаж лишь несколько дней в году, в мае. И с каждым годом таких, как он, вспоминают все реже. Но сегодня Аркадий Никитич об этом думать не хочет. В областной филармонии запланирован концерт, и он уже спешит туда. На сцене будет выступать его хор. Елена Кагал, Жанна Дучак, Зиновий Автонас, телеканал Интер, Ивана Франковск.